Мы в прямом эфире, мы в прямом эфире, и ты можешь теперь двигаться как можешь, как хочешь. Я просто хотела, я просто хотела быть поближе к тебе, но если я подвинусь вот так вот, ну, неважно, мы в прямом эфире, и мы начинаем. Мы начинаем. Привет всем на третий звонок. Родительство за гранями ковида, и замечательный друг Катарина с нами сегодня. И сегодня мы поговорили с вами раньше о разных вещах по поводу родительства, и на что я посмотрел на Ютубе разговор о дискуссии с врачами, и они говорили о ковиде, и они говорили о правде и лжи этого, и что они хотели бы создавать с этим, и о чем они говорили, что мне очень понравилось, что мы не хотим жить в новом нормальном, мы не хотим в старое нормальное, мы хотим создать новое нормальное. И это не то, как бы я это сказал, но вот в этом была энергия, что мы не хотим этого больше, мы не хотим больше этой реальности, в которой мы живем, в которой нам врут. Нам говорили, вместо того, чтобы искать, задавать вопросы, нам нужно было найти ответы, и нам рассказывали всю ложь, и никогда не говорили правду. И это то, как мы передавали из генерации в генерацию нашим детям. И я хотела бы сказать, что я мать-подростка, и сколько ей? Ей скоро будет 18, ей будет сегодня, и она генерирует, становится практически взрослым. И на что я посмотрела, это очень страшновато, когда ты начинаешь воспринимать все, и все, что происходит вокруг тебя, и все вот эти вот жизни, о которых ты говоришь, что они разрушаются в этой реальности, о которой они говорят сейчас, в то время, когда они растут. И очень многие подростки, они становятся депрессивными, и они осознают, что есть столько лжи и столько вещей, от которых они не знают, что возможно, что невозможно, что нет какой-то прямой дороги, и если ты выберешь вот этот путь, то все будет хорошо. Они не знают этого, и они знают, что такое, что ты называешь лучшим нормальным, они не знают, что требуется для того, чтобы сделать что-то новое нормальным, и как это было за гранями ковида, или что такое быть родителем, или давайте станем консервативными и сделаем Америку снова великой. Нет, это не то, что они ищут. Они не ищут то, что было раньше, потому что их не было раньше, и они ищут что-то совершенно другое. И я абсолютно, я также смотрела это видео, и это было то, что проявилось у меня, что вау, люди просыпаются, и они запрашивают что-то, что не существовало раньше. И родительство, да, это то, что мне нравится, быть в лучшем нормальном мире для того, чтобы быть родителем. И очень интересно, для меня быть родителем, это я говорил очень много с Нэшем, и я, когда с ним говорю, я думаю о том, как я бы рассказала это себе в его возрасте. И просто он сейчас парень с технологией, которых у нас не было, и у них Телеграм, у них Инстаграм, у них Твиттер, компьютеры, телефоны, и у них есть вся эта информация. И они смотрят эту всю информацию, и они идут по этому пути, и почему мне становится все тяжелее, тяжелее, тяжелее. И я отодвигаюсь все дальше и дальше от своей реальности, и очень много, чему я научился, что чем дальше я отходил от своей собственной реальности, тем больше мне стоило времени, чтобы вернуться снова. И, то есть, вот эти огромные изменения, я сейчас этого больше не делаю, но это до такой степени некомфорта, и для детей, когда они подстраиваются под эту реальность, где все должно быть нормальным и простым, и мы просто, как мы, мы уходим из этого пространства, задавая вопросы. Но я также думаю, и Нэш, он немножко помладше, ему 15, 16? Господи, нет, 15, ему почти 16, да. И что происходит, это подростковый возраст, это у них сопротивление и реакция, они должны бороться, сопротивляться чему-то. И получая всю эту информацию, и тебе нужно тоже найти свой способ, чтобы добраться до него, потому что обычно то, что для тебя правда, то, что ты рассказываешь ему как правду, это никогда не будет правдой для него. И они никогда не будут делать то, что ты хочешь, чтобы они делали. И манипулировать подростков, это, неважно, как ты это называешь, давай поговорим об вот этой части. Многие из нас, мы говорим подросткам, не делай этого. Но как гуманоид, я не знаю, как мы говорили об этом уже или не говорили, но что мы, на что мы посмотрели, что есть два сорта на планете. Люди — это хюманы и гуманоиды. И хюманы — это люди, которые всегда находятся в суждении всего вокруг себя и ничего не хотят менять, а хюманы, но если вы смотрите это видео, то вы, скорее всего, гуманоид, но и вы тот человек, который осуждает обычно себя. Это не разделение, это просто признание того, что есть. И когда кто-то говорит вам, что вы не можете это сделать, первое, что вы делаете, вы это делаете. И сколько из вас, ребята, вы, кто смотрит это прямо сейчас, когда вам говорили, что вы не можете сделать, вы говорите, да пошел ты, я это сделаю. И то же самое делают дети. Тебе нужно было рассказать мне не делать этого. Вот вы такой, окей. И что я открыла для себя чуть позже. И в рабочем мире, то нам нельзя быть правыми. И для тех, в тот момент, когда ты становишься правым для подростка, он просто уходит. А что, если бы вы хотели быть неправым и просто позволить им выбрать то, что они выбирают, и неважно, что это создаст, и, возможно, это ничего не создаст, если они захотят выбрать убить себя. Но насколько вы хотели бы не нажимать на них своей правильностью, а просто быть неправым, как родитель. Потому что, когда родитель, это ваша роль, что вы должны знать лучше, это ваш архетип, вы знаете это лучше, чем ваши дети. Да, это работа, и кто из вас решил, что для меня это было... Если я не сделаю это неправильно, то я просто испорчу своего ребенку, и я осуждал себя 15 лет, но как часто он делал выбор разрушить самого себя, и я думал, что, ага, это не мой самый лучший выбор. Но насколько мы натренированы этим, как родители. Я помню, как я читал книги, когда Нэш был маленьким, огромная ошибка, читайте родительские книги, книги о родительстве. Я с тобой согласна. И то, как стать родителем, это я читал эти книги, я считал, что это правильный путь это делать, но это создало просто разделение между тем, что правильно и неправильно, потому что вы начинаете осуждать тебя как родители, и вы думаете, что вы неправы в 100% всех случаев. И, пожалуйста, покажи мне одного родителя, кто не считает, что он в 100% случаев неправ. И в какой-то из дней я готовила, и я просто подумала, о, Господи, я даже не рассказала ей, как готовить, ей уже почти 18, и она уже должна уметь готовить, и моя мама мне рассказывала, как готовить, а я не рассказывала ей, как готовить. И я такая плохая, 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 и нужно показать ей, как готовить, я не показывала это, не рассказывала, как вот это, как вот это, что со мной не так. А потом я сделала, фух, а что на самом деле важно, на самом деле важно знать, для нее знать, от чего бьется ее сердечко. И когда придет время, она начнет готовить, и это начало проявляться, вот эта вещь, что мне нужно делать как матери, и что я уже сделала, и что я уже испорченная как мать, и я никогда не справлюсь с этим. Да, это продолжает проявляться, и в какой-то день я проснулся в 4 утра, и вот куча дерьма начала проноситься в моей голове по поводу Нэша, он сейчас в Австралии, он живет в Австралии с его мамой, и я, ой, я потерял его, я пропустил самые важные годы для него. Но что мы делаем? Мы сжимаемся, и мы становимся все более сжатым и сумасшедшим, наши мысли начинают крутиться, и как будучи родителем, мы постоянно себя сдавливаем, и вместо того, чтобы посмотреть на что, ааа, у него тоже есть выбор, и что я делаю с этим, вместо того, чтобы быть в суждениях, которые у меня есть, но то, что ты сказала, что если это продолжает всплывать у вас в голове, то да, это продолжает всплывать в голове, но это вам нужно просто посмотреть на это, и посмотреть на то, что я сжимаюсь под этим, и если вы сжимаетесь, то если бы я расширился прямо сейчас, и посмотрел бы на то, что работает для меня сейчас, что бы я выбрал, какой другой выбор у меня бы был, вот именно, вот этот вопрос, который я иногда задаю, если бы я была с собой прямо сейчас, какой бы я была как родитель, если бы я была полностью абсолютно собой, какой бы я была как родитель, и это вот начинается, окей, со мной все в порядке, я все еще сама собой, и вот это сжатие, которое приходит, когда я начинаю стараться быть кем-то другим, выполнять какие-то роли, которые я купила у кого-то другого, чем являются хорошие родители, а что, если я могу быть просто паршивым родителем, и это тоже будет нормально, и вот именно, тебе нужно постоянно отслеживать это, это не то, что это не уходит, а это как танец, как ты хочешь создавать себя, как родителя, и это продолжает быть в вопросе, да, и что мы еще подавляем, мы также подавляем, сжимаемся, потому что проявляется ложь здесь, и мы можем задать вопрос, а в чем заключается ложь здесь, и для меня, допустим, ложью было, что у Нэша нет выбора, и я уходил в подтверждение того, что у Нэша нет выбора. В тот момент, когда вы думаете, что у вас нет выбора, это суждение, потому что у вас всегда есть выбор. И мы также делаем им, когда вот мы этим занимаемся и думаем, что у них нет выбора, когда мы уменьшаем их жизнь, мы делаем их меньшими, вместо того, чтобы... и не смотрим на то, что они безграничные сущности в маленьком тельце. И у них всегда есть выбор, так же, как и у нас был, когда мы были маленькими. И вот это вот, это просто точка зрения превосходства, что мы уменьшаем им, вместо того, чтобы посмотреть, что у них есть выбор. И мы проектируем это на них, и мы делаем проекции и ожидания от них о том, что у них нет выбора. А на самом деле я проектирую то, что у них нет выбора, и когда происходит это, они должны отделить себя и бороться с вами, чтобы доказать, что у них есть выбор. И это происходит в постоянном танце с ними. «А ты расширяешься, я расширюсь, а если ты сжимаешься, то я сжмусь». И в тот момент, когда вы можете показать им, что ты являешься тем, кем ты являешься, и это замечательно. И иногда, когда я смотрела на то, как моя дочь расширяется, это как... Это одни из моих отношений, где я постоянно покупаюсь на то, что происходит в ее мире, и потом я думаю... И я устаю от того, что происходит в моей жизни. И я думаю, а что, если мы позволим друг другу просто быть в пространстве и изменять это пространство, и вам не нужно быть заключенными вместе. И вот эта вот часть, как позволить вашему ребенку быть всем пространством, которым они выбирают быть, большим, маленьким, каким угодно. И что я осознал, когда ты это говорила, если твой ребенок с чем-то... У него какая-то ситуация, и для того, чтобы узнать, в какой ситуации они находятся, вам нужно самому прожить эту ситуацию. И, о, да, когда у меня была такая ситуация, я потерял подружку или друга, и я тоже тогда был в такой депрессии, и они должны быть в такой же депрессии, как и я был. Но что, если это не та депрессия, в которой они находятся? И чтобы их не запихивать в эту депрессию, вы могли бы задать вопрос, а что происходит? Каким вкладом я могу быть для тебя? Что я могу сделать, чтобы помочь тебе пройти сквозь этого? И даже если у них происходит что-то другое, мы определяем, как это должно быть для них. Я помню, что она была чуть поменьше, и там была какая-то ситуация в школе, и я пошла туда, и я пыталась разобраться, и она разрешила это все сама. Единственное, что я создала, это еще большую драму, потому что я мама-тигрица, и она начала играть с этими ребятами, и все прошло, и это все исчезло, но у нее есть свои инструменты для того, чтобы изменить это. И если бы я пошла дальше туда, то это стало бы уже моей бы драмой, и ты не можешь изменить это, если она сопротивляется этому. Ты можешь сопротивляться только то, что проявляется. И я помню, как Нэш начал ходить в школу, и я пошел... Когда я начал ходить в школу, я убегал со школы, и я... О, Господи, где я? Это очень много людей, и я ненавидел это. И как Нэш пошел в школу, я думал, о, это будет так трудно и сложно для него. И первое время для него было точно такое же с ним в школе, и я не осознавал, что я проектирую это на своего ребенка. И я говорил, что школа будет трудной для тебя, и это было трудно для меня, и вместо того, чтобы признать, что это может быть по-другому, я просто определил его уже туда. И какую часть, за что вы держитесь из своего детства, что вы продолжаете проектировать сложности жизни на своих детей, чтобы у них не было свободы проживания, вы выбираете. И все это умножено на бакзиле, на рассоздать, уничтожить. Ты не хочешь поконпотать меня? Да, хочу. Спасибо. О, это новая миссия для меня, Брэндон. Спасибо. Давай сделаем еще раз. За что вы держитесь из своего детства и продолжаете проектировать это на своих детей, проблемы жизни, таким образом, чтобы они не могли выбрать... Давай я сделаю это по-другому. Что это удерживает их выбор и расширение собственной жизни. И все это умножено на бакзиле, на рассоздать и уничтожить. Да, райтерн, гутенбэд, поконпотселл, найсбой, счетс, и бьонс. Есть комментарии, и в нашем чате я очень многому научилась от своих детей. И я так согласна с Сузанной, что да, я хотела очень гораздо большего от нее, чем я могла дать ей. И она самый великий учитель осознанности в моей жизни постоянно. Да, абсолютно. И это тоже пространство. Если бы у нас у всех было это, потому что это не создает разделение с родителями и детьми. Я думаю, я говорил на прошлом звонке, что мы хотим быть лидерами как родители. Нам нужно быть в контроле этого всего. Но это не в том, чтобы уменьшать то, что вы можете получать. И вы все время пытаетесь предоставить им что-то, а постоянно предложить им что-то, вместо того, чтобы получать от них что-то. И я такой, а? То есть ты говорила о том, чтобы не смотреть на детей, как на детей. У них маленькое тело, но они безграничные сущности. И если мы начнем с вот этого пространства, особенно посмотря на то, что происходит в мире, как безграничная сущность, они все знают, воспринимают, получают и являются, даже если им шесть лет. И знаем ли мы, что шестилетка знает, или мы просто проектируем на них, что они не могут знать, потому что они шестилетки. И что они знают, о чем мы их не спрашиваем. И спросите их об этом. И что еще классно по этому поводу. Они являются со своими жизнями, со своими опытами. И у вас свой опыт, а у них свой опыт. И сейчас у меня и с моей дочерью очень часто разговоры о том, что я учусь постоянно быть в вопросе, потому что то, что ты знаешь, могу ли я что-то добавить к этому, что бы ты хотела, чтобы я добавила. И это замечательный вопрос, что ты могла бы добавить из того, что я тебе рассказываю в свою жизнь. И это не о том, чтобы делать себя больше, больше, что я знаю больше, чем она знает. Она знает огромные вещи о своей жизни. И я могу ей рассказать из своего опыта как матери, но это ее жизнь, это гораздо больше у нее. Но оставаясь вот в этом вопросе, у вас появляется одновременно получение и дарение. И не важно, что будет происходить с вашим подростком, просто доверяйте. Да, и это абсолютное лидерство. Вы не забираете у них их позицию, вы даете им выбор. И я многому научился у Гэри Догласа. И у меня был разговор с ним однажды, и он пошутил, что чем дольше вы живете, тем больше вы знаете. Вы становитесь умными. Но была какая-то тема, и я очень переживал по этому поводу. И он сказал, что, а, не переживай, у меня больше лет на этой планете. И я такой, а? Но в этом так много энергии. И что я делал каким-то образом? Я безграничная сущность, я должен все знать. И использовал свою безграничную сущность против себя. Вместо того, чтобы смотреть на то, что он делает, это совершенно другая осознанность, осознанность его мира. И это привносит вот это. И вот эту осознанность использовать для того, чтобы всем на планете быть вкладом тому, что мы знаем. И что если бы... Можешь представить, если бы мы научили детей тому, что для них может быть... Все может быть вкладом на этой планете. И я хочу с вот этим вот пойти на следующий уровень этого. И мы говорили... Мы можем говорить о родительстве каждый день, как избегать какие-то вещи, как не смотреть на какие-то вещи, как... Но давай посмотрим под то, что проявляется, для того, чтобы образовать их, что за гранями того, что им рассказывают. Потому что дети... Их учат, что они не могут получать. В то время, когда они могут получать, они могут быть вкладом для создания больше мир. И какой вопрос могут они задать миру? И вот это именно то, что для меня... С тех пор, как моя дочь стала чуть старше, и это все изменилось, и я начала воспринимать ее выборы, и что ее выбор меняет мир. И она делает это, потому что она знает вещи. И я спрашиваю у нее совет на многих вещах, потому что у нее очень такая интересная осознанность по поводу. И я начала заниматься Эксосом, ей было 6 лет, и она все это время была со мной. Не то, что она была в классах, но вот ее восприятие, ее осознанность, она очень многое знает. И иногда я говорю, что если я пойду в этом направлении, она говорит, нет, нет, не ходи туда, это не будет работать для тебя. И я такая, в 99-99% она права. И это создает также что-то для нее, потому что создает ощущение того, что она может быть вкладом, и может быть давать что-то, и получать, особенно когда это получают. И кто-то спрашивает, что как определить, что ты не сопротивляешься, а находишься в позволении? И если они выбирают то, какой жизнь будет у них через 5 лет, я помню, с моим сыном Нэшем, я хотел рассказать ему, как он может сделать выбор для себя, чтобы он мог разобраться, какая реальность является для него. И однажды он пришел, сказал, что я хочу сменить школу. И у него была платная школа, замечательная школа. Но он хотел пойти в публичную школу, вообще образовательную школу, где они прогуливали, курили. И я просто посмотрел на его будущее и сказал, что нет. И просто это из пространства того, что я знал, что он создаст себе разрушение в жизни, и это не будет работать. И когда я была подростком, было время, когда некоторые из моих друзей брали машину, и мы ехали куда-то, и мы там напивались. Мне было 16-17, и я лежала в багажнике, как какая-то сексуальная девка. Ага. И я спросила у родителей, я так хотела, чтобы они сказали нет. Потому что я сказала всем своим друзьям, ну, я не хотела идти. И я спросила у родителей, и они разрешили. И я была совершенно новенькая, и я использовала их для того, чтобы они сказали нет за меня, но они этого не сказали. И также, когда я... Посмотреть на твоего сына, что если, спросив тебя об этом, он просто хотел, чтобы ты выбрал за него в этот момент, чтобы... Потому что это был тот выбор, который тебе нужно было выбрать. И что если это... Вместо того, чтобы заниматься интервенцией, быть просто в позволении. Да, и я хочу еще что-то добавить, потому что, будучи в вопросе, вам нужно все равно еще быть родителем. И посмотрите на то, я пытаюсь быть другом здесь или родителем. Потому что... О чем я еще хочу поговорить, это... Осознанные родители, осознанные дети, класс. И там есть такая замечательная линия, которую люди провели между тем, чтобы быть в позволении и быть родителем своего ребенка. Потому что... Позволение, это не говорит о том, что, о, они могут все делать. И когда я говорю, что... научить ребенка задавать вопросы и позволять им этим пользоваться, нет. Вам постоянно нужно оставаться родителем и быть в вопросе, что я создаю здесь. Показываю ли я им что-то большее, вдохновляю я их, чтобы они стали большим, или я пытаюсь быть просто лучшим другом. Иногда. Это также... позволение очень важно. Когда вы являетесь дверным ковриком, они не будут воспринимать вас, они не будут видеть вас, вашего авторитета. И что, если вы скажете просто, что это не работает для меня, это не работает для меня, когда ты раскидываешь все свои вещи. Мне все равно, но вот это... не работает для меня. Как мы можем жить вместе? И да, это не постоянная вещь. Давай поговорим о том, что родительство это постоянная вещь. Но у меня есть люди, с которыми у меня создались отношения с друзьями. И ты будешь самой лучшей мамочкой сегодня. И когда твоему ребенку 13-14, то вам нужно обучить их также фундаментальным аспектам жизни, чтобы быть кем-то, кто им нужен в рамках этой системы. вы их вдохновляете, но им нужно также иметь систему о том, что об образовании, понятие, что такое образование, что такое семья, что такое общество. И долгоиграющая игра родительства, давайте поговорим об этом, что люди могут быть в родительстве на последующие 100-150 лет. Как ты сказал, да, вот это. Большинство родителей думает, что это очень короткий путь, но это, да, вы занимаетесь воспитанием в 100 лет, потому что они, даже когда они вырастают, они все равно, они взрослые, но они все равно ваши дети, и каждый выбор, который вы делаете, каждый раз, кем вы являетесь, это создает отношения с ними, и это отношения на 30-40 лет вперед, и что вы также делаете, это вы создаете их отношения с другими, да, потому что они, будучи семьей, это как тренировочное поле для всех областей жизни, и да, и танец, что я создаю этим выбором на будущее, и вы не можете, и Гарри бы сказал, что вы можете, потому что каждый выбор создает ваше будущее, и у Гарри есть две дочери, Шеннон и Грейс, и они, я очень рекомендую, у Шеннона есть подкаст на ее страничке, и это великолепно, то, как он был различным, как отец для них, и он никогда не говорил им, он никогда не выбирал за них, но он позволял им выбрать, и это создало из них замечательных созданий, и что у меня осталось в голове, это то, что они сказали, что он был совершенно другим отцом для Грейс, чем для Шеннон, и вот эти родительские книги, они не работают, потому что каждый ребенок, он совершенно другой, и он требует что-то совершенно, запрашивает что-то совершенно другое от родителей, да, это великолепно, и то, что ты сказала, что в то время я была очень фрестерирована, и почему вы не выбрали за меня, но то, где ты встала на эту дорожку, и ты хотела, чтобы они сказали нет, но вам нужно удерживать это постоянно, потому что вы снова выбираете, потому что вы знаете, что выбор создает, и вот эта вот энергия, да, это великолепная штука, которая не то, куда мне нужно было пойти, я знала, что мне не нужно туда идти, но это еще до того, как я с чем-либо начала работать, и я знала, что мне туда не надо ходить, но позволив мне выбрать, они открыли для меня совершенно другое пространство осознанности, что раскрыло для меня в другие времена, что я вот знала, что нет, нет, я знаю, что туда мне не нужно ходить, и это очень интересно, что вот те моменты, когда ты начинаешь говорить об этом, ты знакомишься с энергией, и вот этот вот один момент, когда ты об этом говорила, каждый ваш выбор создает будущее, но есть большие выборы, которые есть у нас, как у родителей, и вы такие, о, я знаю, что это будет ужасно, но мне нужно позволить им это выбрать, потому что таким образом вы учите их выбирать, и это также наша задача родительства, позволить им узнать свою осознанность, восприятие, и везде, где вы пытаетесь уничтожить их осознанность, и давайте начнем с другого, везде, где вы считаете себя неправильным за то, что вы им что-то позволяли, если вы уничтожаете себя за то, что за все неправильные выборы и идеи, которые у вас были, как у родителя, потому что это страшно, я прям чувствую вас, ребят, я вчера позволил им выбрать это, но это страшно, и в следующие 10 секунд у вас будет новый выбор, и вы станете совершенно новым родителем, и вы не можете посмотреть назад, и вы не закончены, и не то, что вы идеальные прямо сейчас, нет, я все еще остался дерьмовым родителем, и мы продолжаем тренироваться, мы продолжаем тренироваться в родительстве, да, и мы все еще тренируемся в том, как быть родителями, нет, я уже перестал, я очень хочу освободиться от этого, но я не могу, и все, что вы сделали для того, чтобы уничтожить осознанность вашего ребенка, чтобы вы могли защищать его от того, что вы воспринимали, и не позволить ему иметь эту осознанность, готовы ли вы это создать и уничтожить, мне еще одна вещь, которая поднимается, просто быть в позволении им выбрать, скажем так, я не могу, когда моя дочь в плохом настроении, потому что если что-то происходит, я хочу это все исправить, и допустим, если у нее что-то там с друзьями, или что-то еще поднимается, это вот я каждый раз мне нужно остановить себя и осознать, что это часть ее пути, часть ее обучения, что это насколько она, это не то, что использовать это против ее, но ей нужно знать, обучиться, знать энергии, и знать, что это не всегда замечательно, это не всегда комфортабельно, и каждый раз, когда я буду пытаться исправить это, то у нее не будет этого опыта, и это, конечно, делает из нас, что мы умные, но это их жизнь, и то, что говорит Гэри, он говорит о том, что будьте в 10 секундах, и просто воспринимайте энергию того, кем они являются, и они могут также тренировать это, включая по отношению к нашим детям, и это позволяет ей также обучиться, как вот с этим человеком обходиться, или как в этой ситуации, и возможно, когда она размещает себя в ситуации, где все дерьмо, она учится из нее выбираться, и если вы этого не делаете, если вы не думаете, что, а, мой ребенок был вот таким вот сегодня, значит, завтра он будет завтра, если он вчера был таким, то сегодня он будет вот таким, нет, это то место, где вам нужно быть просто в позволении того, в позволении эвалюирования их, то, что они обучаются, проявляются, и очень часто, что мы делаем ошибкой, как родители, что вы являетесь недобрыми, злыми, и что дети воспринимают, что, а, это все зависит от меня, вместо того, чтобы посмотреть на ту перспективу и сказать, что ты просто вот сейчас был как дерьмо, и если вы просто скажете ребенку, что вот сейчас ты ведешь себя как кусок дерьма, и это твой выбор, и вы позволяете им выбрать, или они могут это изменить, и просто выбрать вот в этом, быть в моментах, и вместо вот этот маленький поворот, который выводит их из того, чтобы быть этим, и действовать, и не блокировать их в этом, а просто позволить им выбрать что-то другое, что будет работать для них, и давай я покажу, когда вы начинаете, что я, я злой, как долго, как долго длилась эта злость, как минимум целый день, и ты можешь теперь это изменить, и как быстро ты можешь это изменить, ты можешь изменить это мгновенно, просто на желании, потому что ваше действие может создать что-то совершенно другое, но дети делают, а как я могу получить то, что я хочу, и как я могу проманипулировать человеком, чтобы сделать это, и что если у вас есть просто 10 секунд, чтобы выбрать что-то другое, и я был маленьким дерьмом, и я могу выбрать это снова, или я могу выбрать что-то другое, и вам не нужно заставлять ребенка быть постоянно в этом застрявшем состоянии, и это то же самое, что вы, как вы проявляетесь по отношению к вашим детям, я говорю, что я извиняюсь, я была не очень хорошо вела себя по отношению к тебе, но я извиняюсь, и это совершенно другая энергия, которая проявляется, и это то, что требуется для того, чтобы изменить это, да, и это не то пространство, где вам нужно бороться и защищать, которое вам нужно защищать, но если вы опускаете свои барьеры и находитесь в абсолютном позволении, вы можете научить вашего ребенка этому, и допустим, с Нэшем я говорил, что извини, я был просто козлом, я извиняюсь, но он такой, да, ну, все нормально, пап, и это не позволило мне застрять в этой ситуации, или ему застрять в этой ситуации, это просто изменилось, и даже если это что-то на день позже, или еще когда-нибудь, что, ты знаешь, я, извини, в тот момент я была не очень хорошо вела себя, или нехорошо отреагировала, и то же самое она может сделать по отношению ко мне, что, мам, я извиняюсь, я была очень раздражена, когда я это сделала, и просто вы можете быть друг с другом в абсолютном доверии, в интимности друг с другом, да, и да, мы говорили об этом, и не указывая ничего конкретного, но ты сейчас вот дошла до части доверия, и очень многим нам рассказывали о том, что доверие это, да, я буду доверять своим детям, чтобы они придут домой вовремя, доверять детям, это то, как они придут домой, тогда, когда они придут домой, и о чем мы также говорили, о том, что быть и действовать, это абсолютное позволение, абсолютная уязвимость, и мы говорили также о том, что никакого разделения между ребенком и взрослым, и родителям, и это то же самое, это толарирование, и они видят в каждом и в любом человеке, что они могут выбрать, и что они не хотят выбирать, да, и вот в этом тоже, чтобы не застрять в этом, когда вы будете готовы почитать своего ребенка за то, чем они являются на самом деле, и это позволит им быть гораздо больше, чем то, чем они являлись, и это не для того, чтобы актировать в превосходстве, это вдохновлять их, это вдохновление, потому что, когда мы скажем о том, как они действуют, никто из нас на этой планете не вел себя как козел раньше, но это у нас нет выбора, и мы думаем, что у нас нет выбора, и мы выбираем это, и осуждаем это, и мы думаем, ага, вот придурки, они плохие, значит, я не хочу быть придурком, я не хочу быть плохим, и значит, я не буду... А что, если вы можете выбрать все на свете и быть всем? И в тот момент, когда ваши дети знают, что они могут выбрать все, что угодно, они могут быть всем, чем угодно, и когда вы пожелаете быть неправым и позволите своим детям быть неправыми, и будете вот в этом позволении, это то, как они смогут пойти в своей жизни и не выбирать быть всегда правыми в своей жизни, и это огромный подарок, если вы можете дать это своим детям, и один из способов, единственный способ дать детям это, это просто быть этим для них, и это, что дети изучают очень быстро, и нам нужно быть тем, чем мы хотим их вдохновить, и нам нужно сделать просто шаг вперед, и быть на шаг вперед, и абсолютно правы, и именно прямо сейчас на этой планете, если вы хотите, я всегда, я смотрел, я бы хотел оставаться в нашей теме, но я добавлю вот это, потому что это так же, мне нравится говорить с тобой, и я смотрел, о новом нормальном, и старом нормальном, нормальном, я смотрел Дэвид Аденбург, но я просто хочу, чтобы энергия эта проявилась, потому что мы говорим об этом, о новом нормальном, мы говорили о новом нормальном, старом нормальном, и документальный фильм Дэвида Аденбурга, его свидетельство о жизни на нашей планете, и ему 93 года, и он спроектировал то, как будет жить до 2100 года, и я просто сейчас поговорю об этом, потому что я могу, и если мы не изменим свою точку зрения, то какое будущее у нас будет, и что мне очень понравилось, это если бы я, он прожил 93 года до сих пор, просто какой мужик, и это вот великолепный парень, дорогая вселенная, дорогая вселенная, могу ли я быть им, пожалуйста, но он сказал вот эту штуку, что он родился в 37, 39, короче, в 30-40-х годах, и если бы он родился сегодня, то вот так вот выглядела бы его жизнь сейчас, и он показал за последние годы, как мир изменился, как те леса, которые покрывали землю, они вырублены, и он показал, если бы я родился сегодня, то как будет выглядеть мир тогда, и вот дети, которые рождаются сегодня, какое будущее у них будет, как они туда пойдут, как они будут, и большинство, что он показал, что ребята, наши дети, они будут жить без какой-либо проекции из прошлого в будущее, и моя дочь, она родилась в тот же день, как Грета, и Грета ходит вместе с ней в школу, и это так интересно осознавать, что они учатся в школе в Швеции, и учитель спросил у нее, тебе не странно учить в школе о себе, и она сказала, да, немножко, но она продолжает каждую пятницу стоять возле главного здания, правительственного здания, и она по пятницам не ходит в школу, но она продолжает стоять возле правительственного здания, и большинство из подростков на данный момент, они очень осознаны о своем будущем, что их будущее будет каким-то, ну, не знаю, я не могу сказать, найти другого слова, чем разрушено, кроме того, что они ощущают себя беспомощными, но я бы не хотела идти в беспомощность, они уходят туда, они выбирают то, что они могут это изменить, и это возможно изменить, неважно как, это выглядит для разных людей по-разному, но это также вещь, часть быть этим изменением, да, и это очень большая штука, быть изменением, и что я еще знаю, когда мы говорим о вещах, о таких вещах, многие люди говорят о том, ну как я могу изменить это, но это не о том, как вы можете изменить, это кем вы можете быть, чтобы изменить это, и это об осознанности, я пойду чуть глубже в это, потому что мы все на платформе здесь, да, мы уже заговорили об этом, давайте посмотрим на эту вещь, я просто хочу поговорить об этом, и когда вы посмотрите на время вашей жизни, когда вы пытались, когда вы просто, вам приходило, что это нужно изменить, и вы меняли, и вам нужно просто быть в вопросе, быть собой, и это то, о чем я и Кэт говорили, что просто вдохновите своих детей, чтобы они были тем, чем они являются, и эта осознанность, это часть того действия, которое они могут сделать, да, это не о действии, это о том, кем они могут быть, чтобы изменить это, и что самого ужасного может происходить, это не о том, что ба-ба-ба-ба-ба, ну, ребят, давайте, вы все знаете, и также, что происходит с этим оттенбургским движением, он показывал также места, где люди уже изменили что-то, и если вы не видели этот фильм, то посмотрите, пожалуйста, потому что все меняется, он указал несколько, и те изобретения людей, которые смотрят на возможности, допустим, в Голландии, они используют свою гидросистему в высоту, они засаживают крыши, и что если вы можете каждое создание на этой планете, вы можете посмотреть на позволение и позволение великолепия замечательных идей, которые раньше не были допущены, и они просто запрашивают какую-то разницу от того, что было возможно до сих пор, и это то, как мы, как родители, каким образом, и не важно, что это для наших детей, хочешь я тебе расскажу, как нам, могу я тебе дать ответ, просто перестаньте делать это правильным, перестаньте как родители, перестаньте запихивать их в правильную, и это до такой степени сумасшествие, и вы думаете, что, а, вот это вот, вот так вот будет правильно, но а что, если мы расширимся и проявим разницу себя, своим детям, это также позволит детям выбрать больше себя, и что мне нравится о Дэвиде Аттенбурге, то, как он говорил об этом все, он не создавал разделение о себя, себя и планеты, и себя и людей на планете, он говорил, что это, он не говорил, что это все другие сделали, он говорил о том, что мы все вместе сделали это, мы создали это, он не исходил из пространства разделения, но, а что, если так же, как он, каждый из нас выберет что-то совершенно другое и будет приглашением для всех других в то, что возможно, и это то, как я хочу посмотреть со стороны родительства, вы воспитываете своего ребенка, и вы знаете, он знает, что что-то другое возможно, он такой, я счастлив, я радостен, не важно, как это будет проявляться, это может быть самое страшное и неопределенное создание на планете, но я хочу быть таким, как я есть, и это те люди, которые изменят мир, и это, они у них гораздо больше сил и потенциала на данный момент, и нам нужно это просто выбрать, и это так интересно, даже если мы пойдем туда, будет ли этот ребенок знаком, знаком с этим или не знаком, но каждый раз, когда люди становятся собой, они, вы просто не можете определить то, что будет на самом деле верным для вас, и для меня, если у кого-то нет суждений, это люди сидят и без каких-либо суждений, это просто «О, привет!» и они не определяют то, что будет великим, не будет великим, они просто, это мы пришли в пространство, где нам нужно дело, 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 делать, что нужно сделать, чтобы что-то изменить, вместо того, чтобы просто быть здесь, да, без какого-либо суждения, и вот это вот на самом деле начинает проявляться для нас. У нас, у родителей это запрашивает не быть в суждениях, не бороться с этим, и не уходить в делать, не делать это, вместо того, чтобы расширить это и позволить нашим детям быть и просто продолжать выбирать постоянно, быть постоянно в движении, да, в постоянном движении, и вот в этом тоже есть суждение, потому что постоянное движение без того, чтобы осуждать, это не то, что я не буду больше осуждать никогда, я продолжаю осуждать. Что он делает? Да, это страшно, но я также осуждаю это правильно или неправильно, верно, неверно, но это тоже постоянное движение, но просто осознайте, что вы можете осуждать и осознанно включать в себя все, и даже суждение и осуждение, но даже если вы суждаете то, что вы осуждаете, то вам нужно подавлять это, и да, и это все равно останется осуждением, вместо того, чтобы о господи, это такое осуждение, мое суждение, и что если я не буду больше осуждать, и что если я буду готова, для этого потребуется иногда какое-то осуждение, чтобы выйти из этого осуждения, и это интересная точка зрения, что если вы будете использовать интересную точку зрения по поводу любого суждения, по поводу себя, и что какая интересная точка зрения у меня есть по поводу того, что я судящее дерьмо прямо сейчас, и что если это не нужда, и не ловушка, в которой вам нужно проживать, да, это великолепно, спасибо, спасибо тебе, я очень благодарен, это классный разговор у нас получился, я прям, и как я сказал раньше, для тех людей, кто слушает, это не о том, чтобы посмотреть назад в вашу жизнь, на самом деле, если бы я посмотрел на свою жизнь 15 лет назад, то я бы нашел там миллиарды кусочков, которые я был неправ, но что если мы научились распознавать энергии тех выборов, которые мы сделали, и это то, как мы научились навигировать на энергиях и создавать то, что любой выбор создает, и выбор это приводит к осознанности, и даже если вы создаете какое-то дерьмо, это тоже окей, но то, как вы начинаете выбирать поначалу, потому что каждый выбор создает осознанность, и мне это нравится, то, что не смотреть назад, но также концентрироваться на долгой игре, и просто смотреть на то, что родительство – это долгий путь, и я просто хочу поговорить об этом. Первый инструмент, каждый день, который просто используйте, иногда вы забудете в какой-то день, пожалуйста, уничтожьте и разрушите ваши отношения с вашими детьми каждый день, и все, чем мои отношения с моими детьми являлись до сих пор рассоздать и уничтожить, и каждый раз, когда я себя определил как плохой родитель, все это тоже рассоздать и уничтожить, и что я еще хочу добавить, «Ребят, если вы перестанете выбирать, как мне сделать вот это, и как вот тут вот быть?» И я очень часто использовал, я был в Мексике, и в какой-то момент я, и Гэри сказал мне просто «Выйди, выйди сейчас на улицу и делай каждые 10 секунд выбор», и это стоит вам 10 минут, выйдите на улицу, если вы не можете выйти на улицу, походите по своему дому, и каждые 10 секунд делайте новый выбор, и если бы это были последние 10 секунд до конца моей жизни, что бы я сейчас выбрал? Я бы выпил кофе, а если бы осталось еще 10 секунд до конца моей жизни, я бы понюхал цветочек, если бы осталось еще 10 секунд, что бы я выбрал, я бы полежал, если бы осталось 10 секунд до конца моей жизни, что бы я сделал, я бы посидел, и все, что вы делаете, это просто выбор, и вы знаете, как вам выбирать. Это просто что вы выбираете, и просто попробуйте. Окей, я не знаю, о чем нам еще поговорить. Я думаю, что мы добрались к концу на данный момент, и спасибо, что ты пришла, я обожаю тебя, ты великолепна. Я тоже, и я очень доволен с тобой. Мы увидимся с вами через пять дней. Если вы приедете в Турцию, вы сможете нас увидеть тоже. Спасибо огромное. Пока. Спасибо, Кат. Пока всем. Субтитры сделал DimaTorzok